Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале, а значит вас заинтересовал мой эксперимент над собой, который я назвал «Бег на голодании. Быть или не быть». И сегодня день второй. Поехали! И сегодня, как я и обещал, я расскажу вам о своих вчерашних вечерних ощущениях. Ну и еще мы поговорим о том, как я вообще до этого докатился. Слушаем про ощущения. Вчерашнее мое состояние, в принципе, вообще никак меня не напрягало, потому как я считаю, что весь голод, да, вот это вот состояние голода, оно больше психологическое, нежели физическое. Да даже не то, что больше, оно процентов на 98 психологическое, нежели физическое. Потому как вчера, будучи я очень занятым, да, весь день я что-то делал, касающиеся ролика, либо записывал, либо монтировал, либо писал сценарии там, ну, я был занят довольно-таки сильно. И при этом, при всем водичка всегда находилась под рукой, когда там какой-то малейший, скажем так, звук или там напоминание себе желудок мне подавал, да, там, или кишечник, я делал несколько, пару-трое глоточков воды и как бы забывал про это. И отдавался дальше своей деятельности. Вот. И я понял к вечеру ближе, да, когда вот взялся анализировать свое состояние, ну, вообще суточное, да, я понял, что, в принципе, я вообще до 8 часов вечера не думал о еде. Не думал о том, что я хочу кушать. Но, замечу еще вот такие моменты. Несколько раз я интуитивно, вообще не задумываясь, подходил к холодильнику и открывал его. Но, когда я видел там еду, я понимал, что это не тот день, когда я могу себе позволить скушать яблочко или там еще какой-нибудь вкусный фрукт. Вот. А почему до 8 часов? Да все просто. В 8 часов у нас был давно запланирован ужин с нашими хорошими друзьями, единомышленниками. Ну, естественно, проходил он в кафе, в веганском кафе. В Ярославле. Но мы немножечко отвлеклись. Вернемся к тому, почему я после 8 часов стал думать о еде. Именно думать. Потому что я ее начал видеть. Потому что передо мной сидели мои друзья и моя жена, и они кушали. Вот. Но ничего страшного. В моем случае выбор, вот мой выбор голодания и, скажем так, перехода, для перехода на сыроедение, он осознанный. И вот эти вот блюда, да, я видел их, я думал о них, но я четко и твердо понимал, что я не буду их кушать. Что бы ни произошло, я их сейчас не закажу себе и не наемся. То есть я не сорвусь. Но людям, которые пока что еще не имеют вот такой вот осознанности своего выбора, да, если кто-то захочет переходить там, ну, поголодать, не переходить, а поголодать, да, для пользы своего здоровья. Я бы не советовал появляться вот в подобных местах, дабы не искушать себя. Потому как мы знаем, что 98% информации наше сознание, наш мозг, назовем это так, получает через глаза. Ну, или 96%. Но, короче говоря, подавляющее большинство информации заходит нам через глаза. Конечно, соответственно, если этого не видеть, то и не будешь об этом думать. И мы прекрасно видим, как знанием этого принципа, да, физиологии человека пользуются корпорации и СМИ. Ну, вкупе, в совокупности. Так вот, это то, что касается моего состояния после 8 часов. Да, немножко хотелось кушать, но я также сидел, пил свою любимую водичку. И общались еще, ну, конечно же, наши темы для разговора были очень интересные. Это я еще раз повторюсь, наши прям друзья-единомышленники. Так что с ними разговаривать всегда интересно. Любой обмен информацией безумно полезный. Ну, а придя домой, да, еще одна важная особенность, это то, что касается, значит, желания покушать, которое меня вчера посещало. И когда, да, это только вот 8 часов в основном. Ну, и пару раз дома я открывал холодильник по инерции. То есть, как будто бы я хотел съесть какой-то фрукт. Но, увидев его, я понимал, что нет, да, и как бы сразу же закрывал. Все. Еще хотелось бы сказать по поводу сна. Я вчера, придя с ужина, мы приехали домой примерно часиков в 10. И когда я сел за компьютер, я понимаю, что меня вот прямо клонит ко сну очень сильно. Я захотел спать и просто пошел, прилег и сразу же выключился. Вот, грубо говоря, часов в 11 я уже уснул. Хотя раньше, как правило, я раньше часа, а то и позже не засыпал. При этом, когда я засыпал в час, я просыпался в 7. То есть, вот уже переход на более чистое питание, да, минимизирует потребность во сне. Я был очень удивлен, когда я вчера засну в 11. Но на самом деле, удивление мое, оно недолго длилось, потому что я тут же понял, что я зацепил самые активные фазы сна. Это с 11 до 2 часов, если я не ошибаюсь. Самая полезная фаза сна. То есть, ну, может быть, не фаза, да, а время. Время для сна, оно самое полезное, так как самое эффективное. Поспав вот эти 3 часа, в принципе, остальное время, оно не столь эффективно, как вот это вот все. Я проснулся где-то в 3.40 утра. Получается, что поспал я за ночь 4 часа 40 минут. Не то, чтобы я проснулся прям такой весь бодрый и выспавшийся, но я больше не уснул и не скажу, что прямо меня сильно клонило ко сну. Это то, что я хотел рассказать о том, что потребность во сне у меня сократилась заметно. Ну, еще что хотелось бы добавить по ощущениям. Сегодня, находясь в дороге, я испытал легкий дискомфорт, связанный с повышенной кислотностью у меня во рту. То есть, как будто бы какие-то сгустки кислотной такой жидкости, слюны, да, с повышенной кислотностью выходили. Не знаю, с чем это связать, но я так понимаю, что может быть, все-таки не свойственная кислотная атмосфера каким-то образом, да, там, выводилась самостоятельно, так как на голодании, как правило, ну и вообще для этого и существует голодание, включается режим самоочищения. Вот. Это все, что касается ощущений. Еще хотелось бы затронуть тему, такую, как реакция мышц на тренировку после длительного промежутка. Если раньше, после такой тренировки, первой, я испытывал, ну, не сказать, что сильную боль, но моя походка менялась в силу того, что я не мог идти так, как я привык, то сегодня я почувствовал, ну, легкие колики в некоторых местах, да, там, и, ну, быть может, еще завтра я почувствую какой-то другой, да, резонанс, там, скажем, отклик мышц своих. Но сегодня я чувствую себя довольно-таки на удивление лучше, чем обычно. Это вот то, что я хотел бы рассказать по поводу своих ощущений. Теперь попробую еще кратко в двух словах рассказать, как я к этому пришел, как я до этого докатился. Дело в том, что в 2012-м, где-то на просторах интернета, мне попался ролик о сыроеде, о сыроеде из Америки, который на свои года просто невероятные вещи вытворял с гирей, он отжимался там прямо на камеру. И это действительно меня впечатлило. Дело в том, что еще он пришел к сыроедению вынужденно. У него была какая-то очень там тяжелая, излечимая, точнее, или, может, неизлечимая болезнь. Хоть у меня и не было на тот момент, ну, в принципе, и сейчас нету серьезных проблем со здоровьем, но пытливый мой ум, он, конечно же, не мог не попробовать. И я в тот момент времени решился, что я буду сыроедом. Ну, по крайней мере, я это попробую. Как это будет? И 21 день я находился на растительной пище полностью. Я пил только дистиллированную воду и кушал овощи и фрукты. Чувствовал я себя великолепно. И вообще, очень бы я, мне кажется, долго бы еще пробыл на сыроедении, если бы я был подготовлен к этому морально. Очень сложно находиться на сыроедении, когда о сыроедении не знает вокруг тебя никто. Ни твои родители, ни твои близкие, никто. Они почему-то сразу считают, что ты либо вступил в секту, ну, либо ты просто что-то у тебя с головой, и тебя нужно срочно спасать. Ну, вот так и было примерно у меня с моими родителями. Ну, ничего, как бы я с ними справился, но я, наверное, больше проиграл тогда информационную войну телевизору. На тот момент я еще не понимал, что это то, что смотреть вообще нельзя, то, что нужно использовать, ну, максимум для просмотров ролика Ютуба. На тот момент пока я этого не понимал. И я проиграл тогда эту войну, чему бы вы думали? Булки с маслом и макароном с сыром. Да-да, именно эти продукты взяли тогда надо мной вверх. Ну, конечно же, там через какое-то время я начал кушать и мясо, потом не сразу, да, сначала я придерживался вегетарианской диеты, после я начал кушать и мясо, и пошло-поехало, и я забыл об этом. Ну, не то, чтобы забыл, но отпустил это питание, да, ну, лет на пять. Через пять лет я женился, вот, и я очень счастлив, спасибо моей жене за то, что она очень поддерживает меня, она разделяет все мои взгляды, все мои эксперименты, ну, кроме вот этого, конечно же. Но, тем не менее, в 2017 году нами было принято решение, что мы отказываемся от употребления в пищу мяса. Ну, пока только мясо, да, это решение далось, ну, не сказать, что сложно, но на первом этапе нам не хватало вот блюд, к которым мы просто привыкли. Мы, как и все, наверное, кто впервые переходит на вегетарианство, думали, а что же тогда есть, если не мясо? Это насколько вот вдолбили в голову людям вот эту информацию, что кроме мяса есть практически нечего. Ну, и мы, как бы, были одними из тех, кому эту информацию в голову втемяшили. Так вот, полтора года мы находились на вегетарианской диете. Ну, образе жизни, если сказать правильнее. И через полтора года пребывания нашего на вегетарианстве, мы, находясь на отдыхе в городе Сочи, не знаю почему, но вдруг решили себе позволить съесть по шашлыку. Ну, это была, конечно же, ошибка, потому что тут же проснулись паразиты, которые начали нам советовать, что съешьте еще, вы все равно съели мясо, давайте пробуйте там еще разные блюда, по которым вы очень истосковались. И так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем все, все эти пробы тех самых продуктов, по которым мы так соскучились, затянулись на целых 4 месяца. Целых 4 месяца мы кушали мясо и мясные продукты. Конечно, мы четко понимали, что не может быть того, что мы постоянно теперь будем употреблять пищу мясо, и все-таки знали, что вот надо, надо, надо возвращаться обратно на вегетарианскую диету. Но как же не хотели нас туда отпускать, на эту вегетарианскую диету, те, кто просто не мог существовать внутри нас без микрофлоры, которая способствовала бы их размножению, а именно патогенная микрофлора, которая стимулируется только продуктами животного происхождения. Но мы справились. Спасибо огромное Ромке Милованову и еще Тайлор. Очень большой вклад внес в наш переход на веганскую, причем, диету, да. Мы сразу исключили остальные продукты животного происхождения, такие как молоко, масло, сыр. Причем самое сложное было исключить сыр. Сыр это, я считаю, самый сильный наркотик. Ну, я отношу все-таки продукты, несвойственные человеческому организму, к наркотикам, так как отчетливо понимаю и сам ощущал на себе сильную зависимость от них. Ну, соответственно, это наркотик. Так вот, сыр самый сильный из них, я считаю. Это, конечно же, мое мнение. Ну вот, после перехода на веганство, на веганстве мы находились примерно, ну, месяца четыре еще. И после этого мы отправились на семинар в Санкт-Петербург, кроме Милованова. Уж очень он нас вдохновлял. Собственно, который и стал такой сильной переломной точкой в моей жизни. И я для себя четко, осознанно принял решение перехода на сыроедение. В дальнейшем хотелось бы вообще перейти на фрукторианство. Ну, не знаю, возможно, все-таки будет промежуточная ступень именно вот сыроедения. Но, в общем, я очень счастлив, я очень доволен, и я чувствую себя отлично. Чего желаю и вам. Продолжайте следить за экспериментом. А день второй подошел к концу. И мы прощаемся до завтра. Завтра будет пробежка, после которой также будет статистика. И я поделюсь, конечно же, своими ощущениями после второй пробежки. А вам всего доброго, счастья, любви, добра. Всем пока. А, да, кстати, постскриптум, небольшой постскриптум. Завтра я буду освещать Тутаевский этап проекта «Бегом по золотому кольцу». Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на моем канале. Всем пока.